Добрый день, мы собрались, меня зовут Николада, мы собрались сегодня на пресс-конференцию Национального спутнического союза. Ребята провели большую очень работу по всей Украине и сегодня расскажут, как это происходило в Хайбер. У нас есть чудесные спикеры. Кто начинает? Добрый день. Мы и Елена Полетенко, которая также представляет Национальный союз и принадлежала группа экспертов. В межах нашего проекта описывают типовые проблемы, те проблемы, с которыми столкнулись студенты-переселенцы, которые приехали на Харківщину. Мы потом, я не думаю, загальню информацию, то дамо загальню информацию по типовым проблемам, с чем стикаются студенты в межах Украины. И, на самом деле, это типово для Харківщиничин. Сам проект называется «Монюторинг стан реализации права студентов вищих научных учрений, которые поехали из Донбасса на зд inputтия вИ boueding. Реализуется он за иноциативой Национального союзного союза и за поддержкой Международного фонда «Видроч través». Также в реализации проекта было задано СПО Ректоров ВИЗ, и, очевидно, что, поскольку проблематика, она безусловно относится освяти, то идет постоянный контакт и диалог с Министерством освіти и науки Украины и Комитетом Верховної Ради о вопросах науки и освіти. Первый этап проекта привлекал сбор общей информации про количество студентов-переселенцев из АТО, АЕРКРИМ и Севастополь, которые приехали на участие в другую область. На этом первом этапе мы собирали информацию в межах всех областей Украины, выкринили 5 областей, где есть наиболее количество студентов-переселенцев, и, в общем, сам моніторинг встречи проводили в этих 5 областях. До областей, где наиболее количество студентов-переселенцев, в результате потрапили Киев и Киевская область, мы ее считали как одну адміністративно-территориальную область, на втором месте за кількістью переселенцев выявилась Харківская область, так же моніторинг проводился в Одесской области, Дніпропетровске и Запорізькской областях. То есть 5 таких регионов, куда больше приехало студентов, которые учились в Донецкой и Луганской области, АЕРКРИМ и Севастополь, которых мы, скажем так, называем студентами-переселенцев. Если говорить о загальном статистике по Харкову, то в межах проекта было на первом этапе зібрано данные из 25 высших навчальных закладов 3-4 уровня акредитации, их, если не помню, в Харкове 31, то фактически так выявилось, что из 6 навчальных закладов студентов-переселенцев не было, а просто информации не было надано. Суммарно, за нашими данными, до Харковской области, а фактически до Харкова, потому что высшие навчальні заклади находятся в областном центре, переезжали навчатись 3393 студентов, из них 2221 студентов выявили божание навчатися за кошти державы, тобто за кошти державного замовления, так званые бюджетники, и 1172 студента, это студенты, которые проехали и навчаются тут за кошти физических и юридических осіб. На втором этапе моніторинга, который, власне, тривался на этом неделе, наши эксперты, представители, встречались с определенной категорией студентов, права, которые монетировались, было информировано через органы студентского самовыщения, первые профилковые организации, через адміністрацию высших навчальных закладов, что мы будем проводить встречи. Для монетирования мы выбрали такие навчальные заклады, как Харківский национальный университет Каразьяна, один из самых больших в учебном заведении за количество студентов, переселенцев тут в область, Харківский национальный педагогический университет имени Кригоряського Ради, национальный университет юридической академии, Харківский национальный университет В одном из университетов, лишь из предыдущего перелико, шести вузов встречи произошло. Это Харьковский национальный экономический университет. Адміністрация высшего учебного заклада отказала нашим представникам встречи, мотивируя это тем, что есть возможность терактов. Мы не знаем, для чего этот монетинг. Но вы же нам попередно прислали анкету, мы уже опитали студентов, и таким образом надаём вам информацию. Хотя потом были отдельные встречи с студентами нашего учебного заклада. То есть студенты побоялись, как нам рассказали студенты, адміністрация побоялась, что студенты могут поскаржиться на их работу, на их деятельность. Поэтому такую встречу не было сделано снова. Теперь вашу дозволу. Это так. Загальнюю область проекту. Основная мета проекта, что мы в результате хотим получать, это подготовить проект решения Кабинета Министров. Або, если проблемы могут быть решены на уровне Министерства Освити, то это будет просто проект наказа Министерства Освити по тем типовым проблемам, с которыми стикнулись студенты-переселенцы. И, в основном, надеемся, что это решение будет ухвалено, чтобы решить все проблемы, которые, скажем так, мы не собирали. По отдельным скаргам, если конкретно какой-то студент подходит и обратится, то идет контакт с руководством владных институций, чтобы попробовать решить какие-то проблемы студентов. И попередний досвид уже в других областях, по Одессе, Запорізьке, Днепропетровске, показывают, что такие варианты, в принципе, работают. И, даже когда приказываешь ректору проблему конкретного студента, то студенты уйдут на зустричь, там покращивают его умовы проживания в гуртожитках, или, опять же, типа проблема – это академоризница. Деще позже расскажем. Так же администрация идет на зустричь, когда узнает, что проблема, как ты скажешь, может выйти на зон. Зараз Демит коротко спрезентует результаты монитором, но мы уже детальнее про проблему. Добрый день, меня зовут Игорь Николай Тигрович. Я так же представитель комиссионального союза, как я назначу Микола, но одновременно я также истинный переселенцем. Для этого я навчался в Добавском бюджетном техническом университете, в городе Олочевске, где также был вимушен приехать в городе Олочевске. До речи, ситуация, которая сложилась у меня, была дещо специфичной. И я просто протягом 20 лет разговариваю по английскому языку, вирішив все равно такие висновки, ну, решения сделают такие. И в час моего навчания там пошли четки, что я не буду из первого сектора, чисто, что я разговариваю по английскому языку. Я до этой организации никакого отношения не мав и не маю, но мисто было маленькое, и поэтому мои батьки почти тоже поднимались, и наполягали на то, что я бы находил выход из этой ситуации. И я вернулся до Министерства освіти на горячий день, и я вернулся до Фунвав и, возможно, у меня вышло провести себя. А я думал, просто так же приехать и до Харькова, но так же родители наголосили, что это очень близко до территории АТО, и они все-таки хотели, чтобы они были делать это дальше. Поэтому мы пришли до этого говорить и решили, что будет успешно. И я сейчас учаюсь в Министерской полетехнике, в Министерской области. Это коротко про меня. И, в основном, почему я отвечаю за этот проект, потому что я понимал, как тяжело было студентам и переселенцам, какие трудности они имели, потому что сам они стыкнулись с этим. Что касаемо нашего проекта, который мы получили данные, то на вопрос, если было важным для студентов, для которых они приводятся, то 60% ответили, что это для них было принципово. Мы можем сделать выяснение того, что, так как Харьков находится это территориально близко до зоны АТО, а у них есть много родителей, и они действительно хотят ехать далеко. Это можно понять. 22% голосовали на том, что им было большинство поступать, чтобы звезти поехать. И это также можно понять. И 16%, 18% значительно было тяжело ответить на это вопрос. Обговорючи проблем с студентством, которые встречаются во время учения и вообще довольны они сейчас своими умными учениями, то 44% ответили, что они полностью были довольны университетами и администрацией, а их места были не для них. 25%. 25% они были мало суммирую, что они были довольны или нет. 17% значили, что тяжело ответить. 11% значили, что скорее не довольны, чем довольны. И только 3% были полностью не довольны. Честно говоря, это уже пятый регион, на который мы ездим по нашей стране. И может быть висновок, что Харьков в этом плане визначился. Действительно, очень много студентов были довольны. Это большее. То есть студенты полностью были довольны университетом и администрацией, их ставлением на них. Университетом и администрацией, то 24% ответили, что так и 76% ответили, что нет. Следующее вопрос, что у нас было достаточно информации для того, чтобы перевезти. Это логично. Мы понимаем сейчас, почему такие данные. Потому что 72% ответили, что им было достаточно информации для того, чтобы перевезти с другого ВНЗ. И всего 28% было недостаточно. На вопрос, что довольны неофицийные ресурсы, знакомство, подарки и грошовую награду при переходе до другого ВНЗ, лишь 10% отметили, что это так. 90% сказали, что все было хорошо и не переходили до всякой программе. Но тем не менее, сам факт, что нашлось 10%, которым довелось давать хабар или какую-то другую форму, для того, чтобы перевезти с другого ВНЗ, это уже начинает бантажить. Потому что это студенты, которые потребуют особой уваги, и тем не менее, их так же так же им должны давать какие-то хабары, или какие-то другие заохоченные средства, для того, чтобы взяли в течение другого ВНЗ. Это 10% и он, хотя и поревнено невеликий, но тем не менее, нет. Також хотел бы отметить, что все студенты, которые перевезли до Харьковской области, то 60% из них получили возможность встречаться на беженном плане обучения. Хотя, действительно, в основном, что в Харькове таки факт, что много из них сейчас имеют небольшие проблемы с материальным станом. И это, в сравнении с другими регионами, в Харькове это было меньше. То есть, в других регионах 70% было, на бюджетном плане есть где-то 30, 80-30, так. Далее. Но я хотел бы отметить, что Харьков также значился вопрос о вопросах студентских и залейковых книгах. И если бы все наши, по 5 регионам, как я уже означал, Анатолий, нашей страны, то 90% студентов, они не мали студентских квитков и залейковых книжок. То есть, в отличие от Харькова, то 90% студентов имеют и залейковые книжки, и студентские квитки. То есть, для нас это было очень интересным фактором, чего встали. Такой баланс. Нема баланса такого, что если мы разберем проблемы по всей Дрежаве, где-то дают студентские, где-то нет. В принципе, это все, что я хотел сказать. Анастасия Дудка, глава студентской ради проездка Хмельницкого Державного педагогического университета, навчальный заклад Киевской области, куда так само перевелись много студентов. Как на данном проекте так само залучено, как эксперты, которые были участием в проведении, опитывании, и несколько слов так само пропортировали. Анастасия Дудка, в частности, что невидимная часть вопроса и проблем, которые происходят перед студентами, это вопрос, где жить и на что жить. Работавши ряд анкет, мы заметили эту тенденцию, что студенты имеют квартиры вместе с родителями. И денег, фактически, достаточно только для оплатить оренду квартиры, и покупать продукты. Мы не говорим о том, что мы студенты, и есть какой-то отпечаток или потреба в том, чтобы купить какие-то вещи. Они не имеют финансовые возможности для того, чтобы эту часть выполнять. Если говорить о материальной частини, которая, как говорят, у нас в народе бьет по карману, то это то, что те студенты, которые переводились из контрактной формы ночами, им перераховали сумму плати, и это также дает свой отбиток именно по финансовой части. Важливым вопросом, что те студенты, которые уже выпускаются, получив диплом после 4-5 курса задают вопрос, где жить. Если сейчас они живут в Куртожитке, имеют регистрацию прописку, то потом они не имеют права, поскольку уже не являются студентами. И пока что это вопрос, где жить дальше через 2-3 месяца, никто из них не знает. Потому что вернуться в зону своего проживания фактически они сейчас не могут. Если говорить о том, что денег нет, а можно получить помощь социальную государству, то для того, чтобы ее получить, нужно подтвердить каждый месяц регистрацию того, что ты действительно студентом, переселенцем из зоны АТО. Незваживая на то, что университеты дают информацию, что у нас включается певный студент, певная кількасть студентов, и они действительно переселенцем. и кто мне поможет с працевлаштованием. Это те вопросы, которые возникают перед каждым студентом, я хотела бы сразу сказать, что не для кого-нибудь секретом узнали, что Харьков это не студенческая столица, и было таким большим шоком узнать, что и здесь тоже есть проблемы. В первую очередь, что очень сильно удивило, это то, что студенты не знают, кому обращаться за помощь, если у них возникла проблема. Не за это то, что для них существуют психологи в университетах, которые им должны помочь в своей реабилитации, и то, что есть такие же средства на городском уровне. То есть это очень маленькое проинформирование студентам о том, что есть какая-то помощь, это проблема администрации о том, что они просто не доносят такую информацию своим студентам. Еще одним таким фактом и не редким случаем, когда мы говорили о своем мониторинге, это стало именно академразницей. В отдельных университетах была разница даже в группах, когда студенты переводились из одного факультета, из одного университета, и академразница была у всех разная переступредмет. Разницу не во всех университетах помогают закрыть, как правило, студенты остаются одни с этой проблемой. И в некоторых университетах не разрешают переносить себе предметы, которые уже были впротиве в своих университетах. Либо же осознанно занижают оценки. То есть это то, что мы услышали студентов во время этого мониторинга. Были случаи в Харьковской области, что стало еще большим шоком то, что в университете, который, к сожалению, не вошел в наш мониторинг, просто не хотели даже принимать и слушать студентов, которые хотели в сентябре перевестись. И с 24 сентября в одном из университетов их не пустили на порог, и сказали, что поздно вернем. Обратитесь к нам, мест нет, и переводитесь в другие областя, здесь вам не рады. Это мова идет про Харьковский национальный медицинский университет. Там, на жаль, створили такие мовы, что студенты медики из Луганского государственного медицинского, и Донецкого национального медицинского университета, их принимали рады в Каразино, а в медицинском университете сказали, что так, у нас есть группа, это информация из слов тех, кто был в Каразино. Кажут, что подают документы в Запорожье их коллеги, все нормально, принимают пять, шесть, десять людей в группу. А почему-то в Харьковском университете, мы становились, скажем так, для качества лимит пять человек максимум в группу, хотя потом эти студенты общались с одногруппниками, которые счастливы поступать в учебный заклад, и они говорят, что максимум один-два переселенцев в группе. То есть, про декларованную администрацию показатель пять студентов, его, в принципе, в одной из групп так и не увидели те, кто, например, поступил в Каразино или в других учебных закладах. Мы видим сейчас в реалиях Харькова то, что идет такой большой взрыв между администрацией, университетом и студентами-переселенцами. Студенты-переселенцы не проинформированы на помощь, которая может надаваться им со стороны администрации. Администрация не хочет этого делать, не хочет решать эти проблемы. Очень редкий случай, когда у них проблемы решаются, решаются именно на локальном уровне. И что еще больше удивляет, то, что у нас правилит активность департамент по делам семьи и молодежи во всех сферах, но почему-то не страдает сферу следов-переселенцев. Никакими не занимаются и не помогают. Хотелось бы обратить внимание, наверное, на такие проблемы, которые сейчас являются очень актуальными. В целом у меня все. У нас есть несколько слов про общую проблематику, которую мы выяснили. Мы бы так ее разделили на три основные группы. Это академические проблемы, с которыми не стикаются студенты, социальные проблемы, и проблемы, которые, скажем так, не очень типовые, которые можно абсолютно легко решить, которые я называю просто общая дискриминация. Начну с общей дискриминации. В окременных вивших учебных закладах студенты скаржились, скажут, что есть общий список студентов группы, и мы переселенцы из Донбасса записаны там последнего. Они говорят, что в принципе оно не на качество наших знаний, что там еще что-то не впливает, но тем не менее оно как-то бендежит и змушает задуматься. То есть почему мы остальные, почему все обратят на нас внимание, мы хотим быть такими, как все, а не какой-то отдельной группой, там да, мы переселенцы, и еще что-то. То есть какая-то проблема, она не типовая, но двое или трое студентов из общей количества опитанных до нас вернулись именно с такой проблемой. Кажут, что дискриминуют стосовно мест поселения. В каком это учебном языке? Национальный университет мне Руслан Мудров сказал, что всех переселенцев поселили конкретно в один гуртожиток в одном месте, то знаете, такое створили, как студентское гетто переселенцев. Очевидно, что это связано с тем, что этих студентов поселяли позже, чем других студентов, но тем не менее сам факт, что это не очень нравится самим студентам, хотя бы я особо не сказал, что это проблема, место в гуртожитке было надано, гуртожитки, за их умовами, не плохими, но тем не менее, вот там живут из Донбасса, вот такие фразы линают, там, Милейдия Донецкая, то есть, опять же, какое-то специфическое ставление, которое хотелось, чтобы его не было, и оно было усунуто. Но я думаю, что это уже в межах процессов реинтеграции оно все-таки будет происходить. Если мы говорим об академических проблемах, по которым мы уже готовились предложить проект решения, и мы уже comunicали с Министерством освяти, и Министерство освяти запевнуло, что уже готовится соответствующий наказ, то это, конечно, академ-ризница, которая, в основном, сейчас, скажем так, очень болит для студентов, которые закончили за учебным уровнем бакалавра, магистр или специалистов. То есть, им осталось учиться 2-3 месяца, и у них академ-ризница в некоторых по 20-30 предметах. То есть, очевидно, что ее не реально сдать, установлена вимога сдать эту академ-ризницу до 15-го травня, параллельно студенту доводится лодить до государственного испытания, параллельно доводиться сдавать все другие предметы. И тут, скорее всего, будет запропонован вариант, что в академической доведении просто будет написано, что студент изучал этот предмет, что студент там, певную количество часов отведал, но не будет выставлена оценка. Сейчас Министерство освяти работает над этой проблемой. Скажем так, как мы спольно с департаментом высшой освяти обговорили, что если студент не встиг сдать эту академ-ризницу, записывается в диплом предмет, но без значения конкретной оценки. Если студент может перестать прийти перед комиссией указать это как окремое желание. Но, опять же, вопрос возникает логичное, что это фактически контроль зависит знания, что в него осталось после 2-3 лет, и контроля зависит знания должно быть абсолютно другим, чем до сдачи предмету экзамену, заливку сразу после закончения изучения того или иного курсу. Но, тут все вопрос академ-ризницы над ним працюется, и, скорее всего, будет предложено это решение, что предмет записан в диплом без оценки. Почему у многих академ-ризниц? В деяких навчальных закладах Харьковской области принципово подходят к тому, что мы можем предмет вам зараховать, если у вас есть официальная карточка из предыдущего места навчания, очевидно, что даже виши, которые выехали из Донбасса, они архивы не привозили, которые не оставались на территории зоны АТО или в автономии Республики Крим и Севастополя. Второе вопрос, что есть заливки, в Тонетях стоит оценка с лековцем. Согласно чинных нормативно-правовых актов, чтобы та оценка можно было ее переписать, зараховать, еще что-то, там должна стоять начатка на каждой странице высшего навчального заклада, подпис, никто студентов по Украине никогда не занимается потому, что лековки иногда в деканате сохраняются, иногда у самого студента, это как документ для самого студента, а не для навчального заклада, все оценки стоят в едином проекта, что позволить зарахать предмет без бюрократических формальностей, есть книжка студентов из председателя можно зараховать то, что академическая проблематика, социальная проблематика очевидно она наиболее турбует и как же Демит в других 5 регионах 90% студентов не получили студентские квитки, и чем они лишены права на польговый проезд как между областями так и в межах, например, в Харкове они не смогли ездить в метро. В Харкове ситуация с этим я так понимаю, что напевно повлияли протестные акции, которые стосовались польгового проезда. 90% студентов получили студентские квитки не получили 10% студентов не получили, но администрация относится на то, что технические проблемы с государственным предприятием инфоресурс, заявка была подана, но сейчас происходит процесс децентрализации, Министерство продает больше автономии, высшим навчальным закладам, не хочет принимать заявки от высших навчальных закладов на документах. это ваше особенное вопрос технические непорозумения, которые в Харькове администрация более-менее решила. В войне до социальной проблематики также вопроса оплаты за контракт, потому что это финансово, было зазначено Анастасией, что ряд студентов сообщили, что они сюда приехали и должны платить больше, чем они платили в предыдущем закладе. Хотя, соответствующим обеспечения Кабмена, студент-переселенец имеет право платить ту саму ватность, которую он сплачивает за предыдущим место. ВУЗ, который должен быть примером, ряд студентов сказали, что они платят меньшую ватность, а ряд студентов это вопрос национальной юридической академии сказали, что их заплатили на 4-5 тысяч больше, чем они платили в предыдущем месте учения, если вы помните, в Луганском бюджетном университете внутренних справ и в Донецком национальном университете. Ряд девушек подошли к ректору, ректор тикнул пальцем, они платят ту самую ватность что платили. Те, кто далеко не пошел, на уровне декана или методиста, их могут платить на 4-5 тысяч больше. И тут, скажем так, не знаю, насколько очевидно, что не правомирно, но студенты боялись, когда мы говорили, давайте открыто вернемся к ректору, или поведем про этот факт минус вит, и студенты сказали, нет, мы уже оформлены, мы уже платим, нам, скажем так, нас задовольняют ситуацию, как и мы говорили с наиболее активными студентами встречи, скажем, вы не хотите пройти, выступить перед журналистами, которые, возможно, рассказали ваши факты, они говорят, что мы хотим учиться, нас интересно закончить навчание, насколько эти условия будут, что-то, конечно, это наши права, но, тем не менее, мы не готовы выходить и про это заявлять. В Одесской области те студенты, которые приехали на Одессию, например, были смелее, мы проводили так же пресс-конференцию, там были 3-4 желающие, которые были готовы прийти, рассказать и выступить. Ну и еще одна социальная проблема, это проблема выплаты за боргованости по стипендиям за те месяцы, которые, фактически, або литние месяцы, або осенние месяцы, когда студенты тут числились виновными слухачами. В чём полягает суть вопрос? Вищий навчальный заклад, соответственно, до распоряжения Кабинета Министров, мает право выплатить стипендию студенту из Донбасса за умови, что он дает стипендии не получил там за попередним местом навчания. Студенты приносят доведки из банков, что нам не рассчитывалось. Администрации посилаются на постановки Кабмину, ну очевидно, что это неправильно, потому что, если они выплатят за его гривень, прийдет Держфейн инспекция или еще переверка и скажут, что лишнюю гривень кому-то не выплатили, против вас порушат справа. То есть достать доведку из первого места навчания проблемно, тем более, чтобы эта доведка была официально не электронной почтой, а с подписами, что ему не выплатили стипендии, что ему не выплатили другое с учением над студентами, и даже высшие навчальные заклады идут на встречу студентов, пытаются вернуться официальными каналами в те вузы, которые переезжали с территории Донецкой и Луганской области находятся вузы такой информации не дают, возвращаются ответы и это если вы говорите про загальную проблематику, она и такая есть. Надеюсь, что за последствия этого мониторинга и проектов нам удается решить какие-то проблемы и решения будут проблемы и решения которые будут поддерживать уряды потому что есть понимание есть, но финансовый ресурс ограниченный, ситуация в стране тревожная, но все верят, что все покрасится и будет лучше. это коротко дякую, теперь образование науки Луганской областной государственной администрации. Я работала с вузами, я знаю все вузы, всех руководителей вузов, и сегодняшняя встреча, наверное, для меня очень полезная и нужная. и хотелось бы начать небольшое свое выступление с августа 2014 года, когда в Луганске абсолютно была потеряна связь, не было никаких коммуникаций, не было интернета, не было мобильной телефонной связи, а стационарной связи мы забыли. Так вот, что касается вопросов, достаточно ли было информации студентам луганских вузов, я говорю сейчас о луганских студентах, куда можно было уехать, куда были перемещены университеты и все учебные заведения, информации такой напрочь отсутствовали. Как и отсутствовала на тот момент четкая координация действий со стороны руководителя учебных заведений, и в том числе вина, я считаю, ложится и на то. В августе все разъехались, мы находили друг друга. Я оказалась в Харькове и приняла на себя функции работы, своей основной работы, и по согласованию с четырьмя министерствами я начала вести две горячие линии галендовую зону. С августа по октябрь на мои два мобильных телефона, которые размещены были благодаря медиаресурсу «Восточный дозор», обратилось более трех тысяч студентов, которые не знали куда ехать, на каких условиях ехать, где и в какое место были перемещены их вузы. Некоторые директора учебных заведений просто скрылись. И для того, чтобы что-то советовать студентам, мне нужно было сделать свою базу там, для того, чтобы помогать им перемещаться в то место, где они могли бы продолжать учиться. Поэтому информации на тот момент, я говорю сейчас, о августе, сентябре и октябре 2014 года, практически не было. Что касается взаимодействия с министерством, конечно, нарушив все правила супординации, я не была начальником отдела высшей школы, я работала в составе отдела высшей школы, я обратилась в Министерство на свете науки с просьбой введите одну мобильную телефонную линию для студентов из зоны АТО. Мне понадобилось 3-4 недели, для того, чтобы убедить наше министерство о том, что мобильная связь сейчас наиболее эффективный способ распространения информации. Мне рекомендовали, чтобы студенты со своими запросами обращались на факс. Ну, наверное, в Министерстве, наверное, не совсем была понятая ситуация и трагичная ситуация, которая оказалась в Луганской, Донецкой области. И говорить о факсовой связи, это, честно говоря, смешно. Благодаря, я так думаю, моим социальным страницам в Фейсбуке в Одноклассниках взаимодействию и случайно дверь не открыли эту горячую линю. Сейчас телефонная горячая линя Министерства есть на всех сайтах, и я думаю, что она помогла многим студентам и переселенцам обрести своих и друзей, и однокурсников, найти свои учебные заведения. Я сейчас перейду к Луганскому национальному аграрному университету. По решению, по приказу Министерства аграрной политики и продовольств 20 октября было принято решение о перемещении этого груза. И опять два пустых стола, два мобильных телефона, по контингенту было 9800 студентов, которые нужно было забрать в Харьков. Кроме двух мобильных телефонов, у нас не было ничего. о нашем существовании с первых моментов моей присутствия здесь в Харькове мы объявили в Департаменте образования и науки Харьковской Лугасадминистрации. Мы стучались во все медиаресурсы для того, чтобы помочь найти наших студентов и объединить их для начала учебного процесса. Нам будет в этом, опять я подчеркну, роли Восточного Зона Самосити поле, с которым мы вместе из Луганска, с которым мы практически вдвоем обеспечивали информацию для наших студентов. Нам было очень тяжело. У нас уникальная материально-техническая база университета осталась в Луганске. Личные дела, архивные данные, зачетки и так далее, все осталось в Луганске. Студенты приезжали в тяжелейшем психологическом состоянии, их нужно было разместить, их нужно было объединить в единый учебный процесс. Все академические вопросы мы решаем, они родные для нас. Приехали, мы собрали штат преподавателей из Луганска, мы собрали, сейчас на данный момент наших студентов насчитываются у нас большие потери в связи с переводом в другие вузы. На данный момент в университете насчитывается 4320 человек. Это наши студенты, из них полторы тысячи находятся в Харькове. К сожалению, мы действительно не знали, к кому обращаться и где искать помощь. Мы заключили договора с двумя университетами аграрного направления, университет Докучаева, университет Василенко, обратились с помощью для того, чтобы организованно начать учебный процесс и помочь расселить наших студентов. Вопросы дискриминации скажу, что для нас они не актуальны. У нас живут и студенты со всех областей Украины, и наши студенты все вместе. Особых проблем с этим вопросом не возникают. что касается проживания материальной стороны жизни наших студентов. Представьте, 730 гривен стипендия ежемесячная это у бюджетника в месяц наших студентов. 600 гривен он тратит на проезд. 300 гривен он тратит на какое-то самое необходимое медицинское обслуживание. на еду у него денег не остается. Учитывая, что потеря на связь, абсолютная связь с родителями, которые в силу разных обстоятельств остались на оккупированной территории, отсутствие каких-то продуктов питания, отсутствие помощи какой-то копейки нашим студентам приводят сейчас в тяжелейшее кризисное состояние материальное наших студентов. Они голодают. Я не побоюсь этого слова, и я это могу говорить на всех уровнях. Студенты голодают. У нас приехали порядка 35 сирот, которые имеют своих собственных деток, маленькие есть детки от года до трех, и все учебные заведения города Харькова нам отказали поселить таких детей со своими детьми. Благодаря станции Харькова и всем волонтерским организациям мы смогли из хостела хостела Качуя поместить, я сейчас могу сказать, девочка-сирота Уоля с двумя детьми, которую просто уже волонтер устал бороться с этими проблемами, поселила ее в собственной квартире. Я тяжело переживаю судьбу каждого студента. Я не налаживаю взаимоотношения со всеми руководителями вузов. И они идут к нам, в общем-то, навстречу решений большинства правил. Даже сейчас у нас появилась возможность возродить те народные коллективы, которым когда-то славился Луганский национальный аграрный университет. На базе университета Василинка сейчас предоставлены танцевальные залы, предоставлены возможности продолжать студентам свою творческую деятельность. Это большой плюс. И за это огромное спасибо руководителю университета имени Василиенко Тищенко Леониду Николаевичу. Сегодня мы можем пользоваться психологической службой, которая расположена в общежитии этого университета. университета. Но количество специальностей нашего университета не позволяет нам на одном месте как-то аккумулировать наших студентов. Аграрники учатся в университете Докучаево. Остальные специальности на базе университета Василия. То есть это нюансы, которые нам надо решать. И в этом нам нужна помощь. Мы не ждем помощи. Мы готовы продолжать работать. Мы готовы бороться за свое существование. Мы готовы находить пути для того, чтобы самореализоваться. Поэтому сейчас идет взаимодействие с Международным благотворительным фондом КАРИТИС, с которым идет обсуждение проекта. Создание своего центра социальной адаптации студентов переселиваться. Без этого центра, без этой базы мы не сможем победить все наши проблемы, которые перед нами возникли. Исследование было абсолютно согласно со многими вещами, которые сегодня озвучились на пресс-конференции. Исследование нужное, необходимое. Мы хотели бы вас пригласить к себе в гости. Мы хотели бы наладить с вами взаимодействие. Мы хотели бы, чтобы совместными усилиями и мы могли помочь каждому студенту. Иногда стараниями одного, двух, трех человек это абсолютно недостаточно. Наши студенты очень позитивно настроены. Большая часть, которая переехала сюда, я могу сказать, что все, даже не больше, сто процентов студентов, которые сюда приехали, они настоящие патриоты украины. Они настоящие, они настоящие. По-другому не скажешь. Потому что, несмотря на противодействие, тяжелое противодействие со стороны руководства Луганского вуза, который сейчас работает в режиме ЛНР, и там тоже остались наши студенты. Идет жесткая борьба за каждого студента. Там нам обещают российские дипломы. Наши студенты хотят получить дипломы государственного образца. Не выдаются документы, идет шантаж, идут угрозы. Поэтому выехать на данный момент, учитывая сейчас условия выезда и пересечения блокпостов, границ, оформления справок, оформления пропусков, сейчас тоже очень сложно. Мы тоже в этом отношении теряем наших студентов. Спасибо вам большое за ваше исследование, и мы надеемся на нашу совместную работу. Спасибо. Ви правильно задумывали еще одна проблема, которую мы не упустили, но, тем не менее, забыли наголосить. Так же студенты за перепустки в зону АТО. Все ж таки мают там родителей, мают там родителей, коллег, знакомых. И практически 100% стикаются с тем, что не могу поехать, поспелкуваться или отвезти какую-то помощь туда. Это проблема, которая так же потребует решения, что она потрапит в проект решения. Она относится не только студентов, но и тем не менее, студентов она так же активно торгается. Есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, ваша организация будет проводить подобные мероприятия, подобные исследования в других областях? Если да, то в каких сведущих? Харьковская область была последняя в межах проекта. Следующий этап это подготовка проекта решений. До речи, заплановлен круглый стил за участием представителей Министерства Освити, Минагрополитики, Минмолодспорту, потому что мы проводили монетарх в пяти областях, в ряды областей и другие общественные организации работали над этой проблематикой. Если мы зачепили проблемы высшей области, то очевидно, что все прекрасно понимают, что, например, если мы говорим про область область средней школы или детсадки, то тут, напевно, возможно, еще и гострее стоят вопросы. Те, кто мали ходить в школу, они сами не поедут, это могла бы целая родина выехать из зоны АТО. И тут так же много интересных и проблемных будут, скажем так, промежные подсумки всех этих проектов происходят в Киеве. Фонд отроджения визначается с точной датой, местом проведения такого захода, но, тем не менее, это будет, скорее всего, наступный дождь. Это пятая область в межах нашего проекта, как я ознакомил, до того была Одесса, Дніпропетровск, Запорожье, Киев, Киевская область, как один регион был. Те области, где наибольшая количество тех, кто приехал. Я бы хотела немного добавить, согласно дать ответственность, скажем так, на вашу реплику, на ситуацию, которая у вас сейчас стала. Я сама из Киевской области, в нашем университете есть также студенты-президент, их не так много, несмотря на то, сколько есть в данных университетах Харькова. Но, все же таки, когда у нас также в университете был мониторинг, то мы пытаемся больше студентам поделить увагу, и даже, когда они переезжали, то это был период зимы, до зимы мы носили харчи, одяг, и на данный момент сейчас общаемся, у нас невеликая в университете из них. Те, что я сказала, вот, говорите, видно, насколько болит душа, и я сижу, и сама себе думаю, мы не сштовхнулись с такой проблемой, скажем, мы не сштовхнулись, а вы тут в университете в областях. И тот момент, когда, например, мы делали мониторинг, спілкували с студентами, и в университетах их довольно много, собиралось больше 100 людей, скажем, на этот мониторинг, это как минимум было их 100. И в конце, когда остались студенты с индивидуальными вопросами, их буквально там 20-10 и было приятно, когда после поговорения мы получили мы выходили из университета, и группа этих студентов, которые не знали один одного, в связи на то, что факультеты находятся в разных местах, они познакомились, начали общаться, и даже этот коллектив, когда они держат купи, и ты видишь то, что они не стоят острыми, они держатся вместе. И, в связи на то, что вы только что озвучили, это действительно важно, что и они вместе, и мы пытаемся со своей стороны поддерживать их. Так что хочется сказать вам спасибо за то, что администрация вашего не слышит ее. Ну и в подсумку прес-конференции хочется, сколько тут два стрима присутствуют, это можно будет переглянуть, скажем так, в интернете. Хочется виселить, что харьковская влада так же будет активно приделять увагу студентам-переселенцам, не высшим навчальным закладам, которые приехали, потому что, например, Киев, Кабмин, это Министерство, а когда в регион не работать конкретно с каждым, тогда проблема очевидно, что не решится. Спасибо всем. Спасибо.